Магнитогорск – спортивный город. В учреждениях подведомственных управлению по физической культуре, спорту и туризму занимаются более 6 тысяч человек. О начале нового учебно-спортивного сезона докладывал сегодня на аппаратном совещании в администрации города начальник управления Александр Берченко. Легкая атлетика, плавание, футбол, шахматы, дзюдо, кикбоксинг – более 30 видов спорта культивируются в городских спортивных школах. Занятия у них проводятся на бесплатной основе. В учреждениях только подведомственных управлений и управлением спорта занимается 6 326 человек. Из них 4 603 по программам спортивной подготовки, 1723 человека занимаются по дополнительным предпрофессиональным программам. В городе сотни действующих спортивных объектов, обновленный стадион, 310 спортивных залов, в том числе 7 фоков, специализированный зал настольного тенниса, 3 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, а еще легкоатлетические манежи, плавательные бассейны, стрелковые тиры, грибные и лыжные базы. При этом 20 городских спортивных объектов прошли сертификацию и включены во Всероссийский реестр объектов спорта, что позволяет проводить на них соревнования самого высокого уровня. Большой популярностью у спортсменов и физкультурников пользуются парк Увечного огня и экологический парк. В первом есть площадка для экстремальных видов спорта, во втором обустроены два поля для мини-футбола, три площадки для игры в стритбол, хоккейная площадка, прогулочные дорожки, беговые и лыжные трассы. 15 сентября в Магитогорске состоится полумарафон Азии-Европа. В забегах на различные дистанции примут участие 1300 легкоатлетов, любителей и профессионалов. Глава города Сергей Бердиков пригласил магнитогорцев поддержать бегунов. Мы вышли сегодня на Всероссийскую площадку, сегодня более 70 городов будут представлены у нас в Магнитогорске, что в общем-то влияет и на развитие всей Магнитогорской базы, ну и конечно на поднятие престижа данного вида спортивных мероприятий. Поэтому призываю всех, как сказал Илья Александрович, если не участвовать, то по крайней мере присутствовать при таком вот массовом забеге. Это будет просто интересная история, интересное событие в нашем городе.